Приветствуем вас на канале Юрвиста. Здравствуйте. Итак, сегодня мы обсудим очень интересную тему покупка недвижимости. Это очень дорогостоящая покупка и подходить следует с умом. Мы видим очень много объявлений о том, что помощь риэлтора, без риэлтора вы не справитесь и задались вопросом, а можно вообще справиться без риэлтора и как? И для этого мы как раз здесь собрались. На вопросы о том, как приобрести недвижимость без риэлтора, если это возможно, ответит Глеб Подьяблонский, руководитель отдела оформления недвижимости. А я, сержантова Екатерина, юрист адвокатских услуг, опросит его, как это сделать и вообще возможно ли это сделать без риэлтора. Итак, собралась покупать я квартиру. Поздравляю. В будущем, очень надеюсь. Но прежде всего нужно знать, смогу ли я справиться без риэлтора? Да, сможете. Все-таки на дворе 21 век. В основном сейчас риэлтор нужен для того, чтобы квартиру как раз продать. Потому что у вас нет времени регулярно сидеть дома, показывать квартиру всем желающим, с ними торговаться. Вот действительно для этого нужен риэлтор. Вообще, в принципе, хотелось бы разграничить, в каков функционал непосредственно агента по продаже недвижимости и юриста. Потому что, на самом деле, для покупки квартиры юрист намного более необходим. Почему? Риэлтор или агент по недвижимости? Сейчас многих возник на вопрос. Да, дело в том, что правильно называть их агентами по недвижимости, потому что риэлтор – это только человек, состоящий в гильдии риэлторов, проживающих в Соединенных Штатах Америки. У нас такой гильдии нет. Но есть модное слово – риэлтор. Ну, конечно, когда у нас слово риэлтор, это наиболее модно звучит. И мы думаем, вот этот человек нам поможет в покупке недвижимости. Хорошо, если я хочу приобрести квартиру без помощи риэлторов, как мне нужно поступить? Первые мои шаги. Для этого вам нужно зайти на любой сайт, который содержит информацию о продаваемых объектах недвижимости. Их у нас на рынке не так много. Это ЦИАН, это Яндекс.Недвижимость, это Авито, возможно, какой-то местный информационный ресурс, если речь идет не о Москве, а о маленьких городках, то есть там свои форумы, группы ВКонтакте, там, где граждане продают свои квартиры и вешают объявления, как в старые времена на заборе. После этого действуем как на рынке, ходим по квартирам, выбираем, смотрим. Именно поэтому я и говорю, что для покупки квартиры агент по недвижимости, в общем-то, и не нужен. Вы все равно ходить и смотреть квартиры будете сами. Ну, если вы, конечно, не олигарх, и у вас нет времени, и у вас для этого есть специально нанятый человек. Ну, в любом случае, вы не сможете доверить выбор своей квартиры риэлтору полноценно. Вам придется все равно смотреть эти квартиры, потому что у каждого свои вкусы и доподлинный человек не может выявить ваши потребности. Да, безусловно. Хорошо. Риэлторы говорят, что мы проверим эту квартиру на чистоту сделки. Они лукавят. В большинстве своем агенты по недвижимости проверить сами квартиру не могут, потому что это зачастую и в массе своей люди без юридического образования. Они великолепно умеют торговать, просаживать по ценам, то есть заниматься тем, чем занимаются обычные продавцы на рынке. Некоторые из них действительно, в силу того, что давно работают в данной сфере услуг или у них имеется юридическое образование, действительно могут осуществить проверку квартиры. Но зачастую это не так. Поэтому лучше все-таки обратиться за проверкой чистоты квартиры к тем, кто этим занимается в силу своей профессии, к юристам. Почему? Дело в том, что у юриста и у риэлтора разная побудительная мотивация. А именно, мы все прекрасно понимаем, что юрист — это сотрудник юридической фирмы, агент по недвижимости — это обычно сотрудник агентства по недвижимости. Кто с чего зарабатывает, кто зарабатывает именно этим промыслом деньги, главным образом к этому и стремится. Агентство по недвижимости заинтересовано как можно быстрее совершить сделку и расстаться с клиентом, забрав у него деньги. Юридическая компания в первую очередь заинтересована в том, чтобы клиент оказался в безопасности, потому что она отвечает за это своей репутацией и прошла сделка или не прошла сделка, ей все равно. Агент по недвижимости деньги получает после совершения сделки, юрист получает, как только начинает работать. Поэтому юрист к вашу квартиру будет проверять досконально и не будет бояться сказать вам неприятную правду только для того, чтобы побыстрее добраться до денег. Ему главное — ваша безопасность. Кому из двух в данном случае довериться, решать самостоятельно. Ну, в общем-то, получается, риэлтор поможет нам отбиться, но как истинный продажник, я думаю. А юрист, в свою очередь, поможет вам проверить сделку. Грубо говоря, мы приходим к такому итогу. Да, именно поэтому самое правильное — это, если у вас совсем нет времени, действительно пользоваться услугами этих двух специалистов. Но если у вас, допустим, нет денег ни на юриста, ни на агента, то вы должны действовать по следующему алгоритму. Во-первых, придя в квартиру, необходимо попросить, чтобы собственник показал вам все документы, подтверждающие право собственности, а также документы, отражающие ее техническое состояние, а именно технический паспорт. Там есть поэтажный план, на котором нарисовано, что, где, как в квартире расположено. Вы его берете и тут же начинаете проверять. Вы таким образом устанавливаете, нет ли в квартире неузаконенных перепланировок. Если такие перепланировки есть, то есть план, то, что нарисовано на поэтажном плане, не соответствует фактическому положению вещей в самой квартире, это означает, что данную квартиру вы никогда не сможете купить в кредит и продать людям, которые покупают ее в кредит. То есть рыночная цена данной квартиры уже падает. Обычно это один из первых способов, как просадить собственника по цене. Далее. Вы просите предъявить вам документы, подтверждающими право собственности. Таковыми являются документ основания, то есть, например, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности по закону, по завещанию и так далее. Их достаточно много. То есть документ, на основании которого возникло право. Это вовсе не свидетельство о праве на собственность. Это не выписка из ЕГРН. Это обязательно должен быть документ, на основании которого собственник стал таковым. Далее. Вы просите, чтобы вам показали выписку из домовой книги, то есть документ, в котором указано, кто в этой квартире прописан. Лучше всего попросить, чтобы все прописанные в квартире лица до сделки выписались с данной квартиры. И вы на сделку выходили уже с квартирой чистой. А если они говорят, что вот выпишемся, когда уже пройдет регистрация? Это для вас риск. Они всегда могут отказаться это сделать и вам придется потом выписывать их по суду. Это полгода. Хорошо. А может быть в договоре купли-продажи прописано? Это нужно прописать в договоре купли-продажи обязательно, чтобы у вас было основание их выписать, что они утрачивают право собственности и право проживания и пользования данной квартирой. Но в общем-то это не снижает никак рисков? Нет, никак не снижает. Потому что вы даже весь договор испишите данными фразами, никаких гарантий. Хорошо. Тогда они, получается, выписываются. И после этого вы составляете договор купли-продажи, договариваетесь о способе взаиморасчетов. Закон позволяет, и практика совершения сделок на рынке недвижимости позволяет это сделать тремя способами. Первое. В наличной форме. Опять же, это возможно сделать двумя способами. Просто отдать деньги за квартиру и потом отправляться на ее переоформление. Способ небезопасный. Очень небезопасный. Особенно если крупная сумма и ты идешь по улице с этими деньгами? В основном он пригоден для тех случаев, когда стороны сделки доверяют друг другу. Сделки между родственниками, сделки между друзьями. Если для вас это люди посторонние, то рекомендуется денежные средства заложить в ячейку в банке. То есть арендовать там сейф, заключив с банком договор с особыми условиями хранения. То есть, что вы покупаете квартиру, вы закладываете деньги в этот сейф, а достать их продавец квартиры может только после того, как покажет банку документы, подтверждающие, что вы как покупатель стали собственником данного имущества. А не сможет в этом случае покупатель ранее изъять эти деньги? Нет, не сможет, потому что это должно быть прописано в банковском договоре. Также это указывается в самом договоре купли-продажи. Там всегда указывается способ взаиморасчетов. Второй способ это безналичные взаиморасчеты. Их опять же два. Первый это банковский аккредитив, второе просто перечисление денежных средств. Я всегда рекомендую именно безналичные переводы. Наличные это всегда огромное количество рисков. Подделка, воровство, хищение денег из ячейки. Это уже устаревшие способы взаиморасчетов. Всегда лучше безналичные. Аккредитив представляет собой виртуальную ячейку в банке, где средства замораживаются на счету, доступ к которым появляется у продавца только после того, как вы покажете банку документы, подтверждающие, что стали собственником. Второй способ это просто перечислить их после того, как право собственности перешло к вам. Но по 488 статье у вас, как у нового собственника, есть обязательства. И поэтому квартира обременена в пользу продавца, пока вы с ним не рассчитаетесь. То есть вы сначала квартиру на вас переоформили. Квартира находится у него в обременении, как если бы вы взяли квартиру в залог в банке, она обременена. После этого вы с ним рассчитываетесь, переводите деньги на его счет, а он снимает это обременение. Да, в Росреестр придется сходить дважды, но вы не тратите деньги на банковскую ячейку, на аккредитив. То есть государство дает законный способ сэкономить денежные средства и обезопасить обе стороны сделки. По завершении сделки всегда необходимо подписать передаточный акт, убедиться в отсутствии задолженности по коммунальным платежам, то есть запросить выписку из финансового лицевого счета, справку об отсутствии задолженности. Также перед самой сделкой рекомендуется запросить у собственников выписки из психонерологического диспансера и наркодиспансера, подтверждающие, что они не стоят там на учете. Вот с этим пакетом документов, а также с распиской получения денежных средств, все это в комплекте, позволит вам обезопасить сделку. Но, конечно, как в любом промысле, там огромное количество нюансов, поэтому все-таки я могу рекомендовать нанимать юриста, потому что юрист как раз сможет сопроводить вас на выезде на саму сделку, юрист сможет составить грамотный договор купли-продажи, который потом будет крайне затруднительно оспорить в суде, он сможет проверить вас на риски по банкротству. Там огромное количество рисков, поэтому в данном случае вам нужен именно не торговец с недвижимостью, а юридически грамотный человек. Либо вам нужно очень много читать в интернете. Ну, сейчас интернет хоть и богат на различные истории, но, к сожалению, мы читаем то, что иногда без помощи юриста действительно не справиться. То есть без помощи риэлтора мы можем справиться, если настраивает квартира и ее цена. Без помощи юриста будет сложнее. Поэтому, если вы задумались о покупке квартиры и хотите провести ее без риэлтора, но максимально себя обезопасить, лучше воспользоваться помощью юриста. По этой теме у нас снят отдельный семинар, где мы с владельцем нашей компании, генеральным директором, как раз два часа рассказывали о том, как не стать жертвой мошенников при сделках с недвижимостью. Ссылку мы порекрепим. Поэтому, если хотите более подробно посмотреть обо всех нюансах, смотрите наши вебинары, а также обращайтесь непосредственно к нам в офис. Мы проведем вам консультацию, а также поможем в сопровождении сделки по покупке недвижимости. Спасибо большое за внимание. Надеемся, данный видеоролик был вам полезен. До новых встреч! До свидания! До свидания!